Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Я болею, поэтому заранее извиняюсь за мой очень хриплый голос, но у меня нет вариантов, мне нужно снимать видео, потому что скоро я улетаю на море, и если я не сниму видео даже в таком состоянии, то получится так, что вы останетесь без видео на целых две недели. В общем, сегодня я хочу сделать макияж только при помощи азиатских, а именно корейских лайфхаков. Я заранее извиняюсь, если вдруг какие-то лайфхаки окажутся не корейскими, но я брала их в инстаграме, где типа опубликуются только корейские лайфхаки, поэтому надеюсь, что все у нас получится с вами четко. В общем, по ходу этого видео мы узнаем, какие лайфхаки работают, какие не работают, можно ли их использовать для реальной жизни, или, в общем-то, нафиг надо все это. Если вам нравится видео такого формата, обязательно ставьте лайк, чтобы я видела, что вам это нравится, и продолжала всю эту историю. Обязательно подписывайся на мой канал, тык и включи себе удаление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Кстати, я хочу отметить, что я очень часто вижу такую точечную технику нанесения тонального средства именно у азиатских девушек. Я не знаю, почему они это делают, но, соответственно, сейчас я буду это проверять и узнаем, надо это вообще делать или нафиг не нужно. Я прям очень постараюсь воссоздать именно этот рисунок, который я вижу на картинке, но, наверное, это будет не так-то просто сделать. Помните, кстати, этот кушен? Да, это тот самый кушен от косметики BTS. И мне и буду растушевывать все это. Изляпала экран. Не очень аккуратная. Так, мое первое впечатление про этот лайфхак и вообще главным образом, зачем все это делается. На мой взгляд, получилась достаточно сильная экономия средства. Потому что, например, вот при помощи этого тонального средства, если я буду делать себе макияж, то мне придется выливать на свое лицо пипетки, наверное, полных 2, а то и 3. Честно, давно я им не пользовалась, точно не могу сказать. Но при помощи этого лайфхака у меня ушло даже меньше половины пипетки. То есть расход получается очень удобный. Вот, это первый момент, который мне показался. И второй момент, покрытие получилось более мягким. Честно скажу, это не самый мой любимый тональный крем, в частности, потому что он обычно как-то очень пляшиво ложился. Но сейчас я его нанесла, и мне даже нравится, как он лежит, потому что, по-моему, ну, выглядит достаточно неплохо. Что вы скажете? Так что, этот лайфхак по мне очень даже неплохой, и имеет смысл попробовать, если у вас есть жидко-тональное средство. Жидко-тональное средство. Следующий лайфхак, который я буду повторять, это лайфхак для бровей. А потом мы будем делать контринг. Возможно, вы сейчас спросите, может, сначала сделаешь контринг, а потом брови? А я скажу вам, нет. А почему? Потому что дальше сами все увидите. Ну, выглядит достаточно просто. Нужно взять скотч, не тот, который пьют. Нужно взять карандаш для бровей, что тоже весьма логично. Наклеить скотч сюда, наклеить скотч туда, и прорисовать карандашом, собственно, прямую форму. Потом немножко прочесать щеточкой, и вуаля! А-ля у нас идеальные прямые брови. Офигительно! Ну, что сказать? Прямая ли бровь? Прямая. Можно ли назвать эту бровь качественной? Не уверена. Ну, вот такое. Ладно, сейчас теоретически, если вот здесь вот, наверное, докрасить. Если вот здесь вот, наверное, докрасить, и, возможно, сейчас убрать этот уголок, может, не так уж и плохо будет. Да, знаете, с другой стороны, если сейчас, может быть, получше протушевать вот это вот начало, чтобы оно не было таким резким, может быть, не настолько-то все это и плохо. Так что формально можно сказать, что это лайфхак-то и работает. Вопрос только в том, чтобы, наверное, к нему приноровиться. Дальше у нас идут белые точечки. Да, к сожалению, их практически не видно, но здесь я ничего уже поделать не могу. Собственно, вот такой вот легкий контуринг получился. Мне очень нравится результат. Получилось достаточно нежно. Получилось очень-очень ненавязчивая растушевка. И, в принципе, даже вот если смотреть вблизи, то непонятно, что был контуринг. То есть очень-очень нежное, что ли, нанесение получается. Короче, да. Этому месту определенное место быть. На один момент тут нужно понимать, что когда вы растушевываете, вы растушевываете не одной гранью вашего спонжика, а тремя. То есть темные вы растушевываете одной стороной, светлые, например, центральной стороной, и румяные уже вы растушевываете вот этой вот стороной, так, чтобы у вас вся эта единая каша не перемешалась. Потому что если вы возьмете и просто так начнете тереть, то у вас, конечно же, будет одна единственная каша на лице. И я больше чем уверена, что если будут проверять этот лайфхак и делать это неправильно, то с большей степенью вероятности у людей реально на лице будет какая-то грязная фигня. Вот что у меня есть, чтобы сделать лайфхак с глазами. Это ушные палочки. Спойлер, они чистые и неиспользованные. И именно такие нужно использовать. Нам нужен синий цвет. Нам нужен сиреневый цвет. Нам нужен зеленый цвет. Я вообще удивлена, что у меня все эти цвета в одной палетке есть. Я думала, я офигею с этим лайфхаком. Нам нужен такой коричневатый цвет. У меня он вот так вот выглядит, но на камеру он передается по-другому, но по факту он не настолько оранжевый, как вам кажется. И нужен желтый до золотой цвета. Я его сейчас смешаю при помощи вот так вот. Вот так вот. И теперь обычной кисточкой вот такого вот плана нужно все растушевать в одну сторону, чтобы было ровно. Так, у меня возникли проблемы вот с этими вот цветами, потому что они более яркие и не так хорошо растушевываются. Здесь возникли трудности, но в целом, если, наверное, взять мягкую кисть, да, с мягкой кистью пошло лучше. Так, по идее, что осталось, нужно снять на нижнее веко. Ну, тут почти ничего не осталось. Ну, этот лайфхак мне вообще не понравился. Он слишком геморройный. Результаты от него, ну, как видите, не особо много. Какой-то блеклый непонятный цвет получился. Накрашу сейчас ресницы, может, с ресницами будет лучше выглядеть. Видите, вначале она показывает метод, как, типа, неправильно контурировать нос, но как делают очень многие. А потом показывает версию, как, типа, делать контуринг правильно. И вот эта вот ее версия мне очень приглянулась. Кстати, в том видео, которое я уже снимала про азиатские лайфхаки проверку, да, если вы его, кстати, не видели, то посмотрите потом. Я тоже делала какой-то такой похожий контуринг на нос, но этот, мне кажется, куда более впечатляющий. Вот какой носик получился. В принципе, мне нравится. Единственный момент, мне не понравилось, что мне не понравилось, то, что вот в этом видео, которое я посмотрела, изначально, ну, как бы все было понятно, а потом девушка в один момент начинает отсюда делать растушевку, причем пальцами, а потом бабаться, у нее, типа, готовый результат. И совершенно непонятно, как она смешивала вот этот вот белый контуринг, белый консилер вместе с темным карандашом для контурирования, и пришлось, собственно, додумывать самой. Больше всего мне, конечно, понравилось, как работает вот эта вот зона. Она прям действительно классно так сконтурировалась и выглядит достаточно естественно, как своя собственная тень. Поэтому, ну, классно, чё. В общем, для этого лайфхака понадобится вилка и глаз. Ой, ощущение мягкое, они самые приятные. Очень странно. Кстати, кожа нижних век очень тонкая, поэтому, если вы надумаете повторять этот лайфхак, то будьте осторожны. Я ничего не поняла. Надо взять вторую вилку. Второй вилк? Нет, вилка. Можно та же самая, чтобы была. А вот глаз нужен второй. Вопрос будет только один, и звучать он будет так. Зачем? Это все, что я хотела сказать. Нет, на самом деле, просто реально в этом нет особо никакого смысла. Точно так же можно сделать все то же самое, если сделать вот так. Возможно, конечно, на азиатском веке это и будет работать, но на европейском вообще не поняла прикола. Все сыпется из-под вилки вам вниз. Слишком сложно, к тому же, зачем тыкать вилкой себе под глаз. Зачем? Что ж, теперь дело за губами. И здесь все очень интересно. Кстати, принцип губ сейчас будет точно такой же, как принцип, который мы делали на губах. Ну, я надеюсь, что он будет все-таки поинтереснее. Понадобится аж шесть цветных губных помад. Опять возвращаемся к губной палочке. Ну, и сказать, что это не работает, я не могу, потому что я использовала другие цвета, потому что я не могу использовать те же цвета, и вы тоже не сможете использовать те же цвета. Но в целом, вот, губы больше темные здесь, более светлые здесь. Появился эффект градиента, появился, поэтому как-то особо... И сказать, что это фигня, прям тоже язык не поворачивается. Хотя я уверена, что, в принципе, оно и так неплохо-то и выглядит, если честно. И макияж даже между собой как-то сочетается. Он странный, но он сочетается. Если вам нравится это видео, если вам нравится такой формат, обязательно ставьте лайки под это видео, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И, конечно же, смотрите мои другие видео уже из этой серии, которые вы можете найти на моем канале. Не буду прощаться, смотрите предыдущие видео. Погоди, я точно знаю, что тебе нужно. Кто-то мне подсказывает, что эту разметку используют пластические хирурги. Если это действительно настолько просто...